Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, право аренды нежилых помещений, право аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальные имущества. Приватизация. Аренда. Продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadam.ru. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26-12-18. Здравствуйте, я Анастасия Емцова. Это информбюро программы «Чистых новостей». И вот грифа самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф 4 жизни. Жуткая авария случилась накануне в Минераловодском районе. Подробности прямо сейчас. Гриф «Начало положено». В микрорайоне Перспективный сегодня заложили первый кирпич строительства нового детского сада. А перерезать красную ленточку в дошкольном учреждении обещают уже к следующему году. Все подробности в информбюро. Гриф «Паленка». В Октябрьском районном суде города Ставрополя вынесли приговор мужчине, который продал больше трех тысяч бутылок водки ненадлежащего качества. Все подробности в сюжете Кристина Ревенко. Гриф «Изменения». Насколько прохладнее станет на выходных, расскажем в конце программы. Четыре жизни за несколько мгновений оборвались на улицу Новой, поселка Новотерского в Минераловодском районе. Как уже установлено следствием, люди договаривались с водителем такси, которого остановили. В это время они стояли на полосе движения, по которой двигался Мерседес. По неустановленной пока причине водитель сбил пятерых. Три человека погибли на месте, среди них пятилетний ребенок и его мать. Еще один ребенок позже скончался в реанимации. Один пострадавший был доставлен в Минводскую больницу в тяжелом состоянии. Сам водитель Мерседеса тоже доставлен в больницу, у него перелом шейного позвонка. По факту жуткой аварии ведется следствие. Сейчас, что по линии госэдинспекции, можем констатировать, что, конечно же, сопутствующими условиями совершения дорожного происшествия явилось то, что не все освещение функционировало в полном объеме, искусственное, понимаю, чем речь. Два фонаря, которые находились прямо непосредственно в месте происшествия, они не работали. Повлияло ли это, не повлияло, это даст оценку только следователю в ходе производства расследования. Этого события ждали очень долго. В микрорайоне Перспективный сегодня заложили первый кирпич в строительство нового детского сада. А перерезать красную ленту в дошкольном учреждении обещают уже в следующем году. Смотрим сюжет. Повсюду звучит музыка и детский смех всевожиданий большого события. Строительная компания «Югстроинвест» устроила настоящий праздник не только для детей, но и для их родителей. В микрорайоне Перспективный началось строительство нового детского сада. Виктория едва может сдерживать эмоции. Она вот-вот станет мамой. А значит, ломать голову над тем, как и куда устроить ребенка в дошкольное учреждение, не придется. Все мы давно об этом думали, ходили разговоры и наконец-таки это произошло. И как раз мы ожидаем пополнения. Для нас это очень актуально. Сегодня очень много собралось в детворы. Наверное, это не зря. То есть детишки пришли посмотреть на то здание или на фундамент того здания, которое появится в ближайшее время, которое очень красиво отражено на макете, на эскизах. Которое я уверен, что если может быть не к концу этого года, то в начале следующего года обязательно появится. Вот он, макет будущего здания сада. Этот детский сад – первый в регионе пример государственно-частного партнерства в сфере социального строительства. О важности этого события говорить не приходится. Есть поручение президента Российской Федерации, чтобы вся очередь в детских садах была закончена к 2016 году. В соответствии с этим поручением мы отработали краевую программу, по которой мы хотим раньше установленного президентом Российской Федерации срока закончить обеспечение всех детей нашего края детских садами. Три этажа, 3042 квадратных метра и 250 новых мест для малышей, еще спортивные площадки, парк для прогулок и даже бассейн. Именно таким будет детский сад. В ЮСИ точно знают, как сделать жизнь горожан лучше. Именно поэтому девиз строительной компании «Нас рекомендует друзьям». Одна из основных и главных задач группы компании «Югстроинвест» – это создание комфортных условий для проживания наших жителей. В наших планах строительство дорог улицы Рогожникова-Тухачевского, строительство современных поликлиники, школы, детских и спортивных площадок. Подтверждением серьезности наших намерений служит сегодняшний день. Начало строительства детского садика на 250 мест с бассейнем. Обещаю построить качественно, с душой и в срок. Новым большим микрорайонам сейчас, как воздуха, не хватает социальных учреждений. В строительной компании «Югстроинвест» как ни в одном другом месте понимают – строить нужно быстро, качественно и, главное, то, что необходимо для комфортной жизни. Именно поэтому «Югстроинвест» стали инициатором строительства нового детского сада. Но на этом компания не останавливается. С каждым днем в микрорайонах «Югстроинвест» появляются самые необходимые социальные объекты. «Югстроинвест» держит свое слово. И в доказательство этому мы приступили к строительству детского сада. Но «Югстроинвест» видит сегодня социальную ответственность шире, чем об этом говорят. То есть в механизме реализации частного государственного партнерства можно приступать к строительству и иных социальных объектов, о которых сегодня неоднократно говорилось. Кульминация праздника в фундамент здания закладывают первые кирпичи. Значит, строительство началось. Обратный отчет пошел. Юрий Иванов, генеральный директор «Югстроинвеста», показал всем, как надо строить. Теперь мастер-кмастер. Красную ленточку в новом детском саду обещают перерезать уже в следующем году. «Повысилась рождаемость. Это замечательно. И, конечно, власти сегодня нужно успевать. Власти вместе со строителем успевать за теми процессами строить хорошие, качественные детские сады». Наталья. Моменты, когда детский сад откроют, ждет чуть ли не больше всего жизни. Ее сыну Роману два года. Как раз подгадали со временем открытия, смеется молодая мама. «Я пойду работать. Ребенку детский сад нужен для общего развития. Мы также приехали сюда жить, потому что в ближайшее время, на следующий год, обещают открыть детский сад». «Детский садик запроектирован на 250 мест. Будет отвечать всем современным требованиям. Будет обладать красивой парковой зоной и с бассейном он будет. Именно компания «Югстроинвест», осознавая важность этого проекта, выступила инициатором строительства». Даже самые маленькие хорошо понимали, зачем все здесь сегодня собрались. Можно сказать, главные виновники мероприятия и сами считают минуту до того момента, когда смогут пойти в детский сад и найти там новых друзей. «Я пойду в новый детский сад. Ура!» Анастасия Самойлова, Илья Аладин, Информбюро. Гриф «Паленка». Сегодня в Октябрьском суде Ставрополя огласили приговор мужчине, который продал больше трех тысяч бутылок водки сомнительного качества. Поймать за руку бизнесмена удалось во время контрольной закупки. Обо всем подробнее Кристина Ревенко. Больше трех тысяч бутылок продал Умарбек Тлихугов прямо с машины на одной из овощных баз Ставрополя. Однако мужчина даже и не подозревал, что это была контрольная закупка правоохранительных органов. Бизнесмена повязали, а всю продукцию отправили на исследование. Оказалось, то, что находилось в стеклянных емкостях, с натяжкой можно было назвать качественным высокоградусным напитком. «Не соответствует требованиям ГОСТа по органам и политическим показаниям крепости по качеству спирта, завышенному спиртосодержащему альдегидидов. Маркировка полнота налевого бутылка выполнена с нарушением требований ГОСТа и не соответствует требованиям правилам маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации». Против Тлихугова было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа либо заключения на срок до двух лет. Однако гособвинитель принял во внимание, что у подсудимого двое несовершеннолетних детей и нет постоянного места работы, и попросил у судьи наказание для него в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Адвокат Тлихугова также отметил, что его клиент не собирался никого травить и даже не подозревал, что водка была паленой. Судья принял во внимание доводы и гособвинителя, и адвоката обвиняемого и вынес лояльный приговор. Признать Тлихугова Умарбека Аркадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренном частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Меру пресечения Тлихугова подписку о невыезде надлежащем поведении до вступления приговора в законную СТО оставить прежнюю. Кристина Ревенко, Илья Аладин, Информбюро. Гриф «Права ребенка», «Забота о детях» и «Сохранение семьи» – это главные принципы документа, принятого накануне президентом страны. Национальную стратегию действий в интересах детей Владимир Путин подписал 1 сентября. Как государство планирует заботиться о детях, от кого нужно защищать несовершеннолетних, и что с принятием документа изменится в нашем регионе? На все эти вопросы сегодня ответила омбудсмен по правам ребенка в крае Светлана Адаменко. Подытожила Олеся Мелихова. Добиться осязаемых результатов по поддержке детей. Такова главная цель документа. Именно с этих слов Светлана Адаменко решила начать пресс-конференцию. Стратегия рассчитана на 5 лет. Ждать, что ситуация в стране и край изменится в одночасье, предупредила омбудсмен по правам ребенка, не стоит. Но принять подобный документ пора было давно. Такого внимания детям на законодательном уровне не уделялось аж с 95-го года. За это время проблем назрело немало. Одна из самых острых – жестокое обращение с детьми. Ежегодно насилию в стране подвергается около 30 тысяч несовершеннолетних. В крае свои трагические цифры. В Ставропольском крае своя печальная статистика, я говорю всегда об этом. У нас страдает около 2000 от насилия. И это, я считаю, те известные случаи, когда заводится уголовное дело. Хотя само по себе насилие над детьми, как фактор, как явление, носит глубоко латентный, скрытый характер. И о многих фактах мы просто с вами не знаем. Светлана Адаменко рассказала и о других неприятных фактах. Только с начала этого года на Ставрополе погибло 80 детей. Самые распространенные причины смерти несовершеннолетних – ДТП, убийства и суициды. Все чаще насилию в семье подвергаются усыновленные за границей дети. Ставропольские малыши тоже нередко отправляются за рубеж. Каждый год к приемным родителям уезжает около полусотни ребят. Их права, а также забота о детях-сиротах и инвалидах, также обозначены в документе. Для нашего региона это имеет особое значение. По количеству детей-инвалидов наш округ занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации. По сравнению со среднероссийским показателем, число детей-инвалидов, проживающих на Северном Кавказе, в два раза больше, чем по России. После стратегии действий в федеральном правительстве собираются разобрать план конкретной помощи. Светлана Адаменко рассказала, пособия малоимущим семьям в скором времени могут увеличиться до прожиточного минимума. Также в рамках плана рассматривают и другие изменения. Забрать ребенка из семьи станет намного сложнее. Лишать родительских прав будут в самом крайнем случае. Губернатор края уже подхватил инициативы коллег. По его поручению сейчас разрабатывается проект региональной стратегии действий. Алисия Мелихова, Андрей Чернов, Информбюро. Молодой, красивый, работящий, просто лучший. Сегодня Ленинскому району Ставрополя достались всевозможные похвалы. Ему сегодня 50 лет. Поздравить район его жители собрали из драмтеатра и руководителя города и края депутата Краевой думы. Со сцены звучала история района – часть истории города. Во все времена славу района составляли его люди и их труд. Особо отметили ветеранов, тех, чей труд создавал славу и гордость района. Глава района Александр Фирсов отметил 50 лет не срок, а самый расцвет молодости. Самое лучшее впереди. Сегодня Ленинский район – это современное здание и новое скверы. Благоустроенные дворы и детские площадки. Многое сделано в Ленинской районе за 50 лет. Есть о чем помнить, чем гордиться и что приумножать. И я уверен, что наша молодежь сохранит духовные ценности и традиции ленинцев. Продолжит начинание старшего поколения. Пусть сегодняшний день наполнится для всех яркими и добрыми событиями. Ряда с оптимизма, вдохновит на новые хорошие дела на благо родной земли, добавит гордости за земляков. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Праздник! Смотрите завтра в итоговом выпуске. Дружить или землю делить? На востоке края Александр Хлопонин провел совещание по решению спорных земельных вопросов. Детей похищают прямо из-под носа врачей. 11-месячную девочку спокойно вынесли из палаты, чтобы отвезти в Ереван и воспитывать, куда смотрели врачи и родная мать. И как черные банкиры пронесли мимо кассы больше миллиарда рублей. А теперь настало время поговорить о погоде. Я передаю слово нашему уникальному метеоблизняшкам Маши и Даши. Здравствуйте! Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края плюс 18. Затров старопли на мыске малооблачно. Днем плюс 21, вечером плюс 18. В городах Кавказский федеральный ход переменной области. Днем плюс 24, вечером 20 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, право аренды нежилых помещений, право аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальные имущества. Приватизация. Аренда. Продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadam.ru По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18. Компания «Медиаплан» создает сайты любой сложности. Мы гарантируем короткие сроки, низкие цены и высокое качество. Также мы предлагаем полный комплекс полиграфических услуг, которые помогут в вашем бизнесе. Подробнее по телефону 447451 и на нашем сайте mediaplan.pro Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый канал СТВ плюс в 3 калории. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. И обязательно звоните, мы поможем телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели информбюро программу чистых новостей. С вами была Анастасия Емцова. До свидания. Развлечения для всей семьи. Найди свое в новом медиа-центре «Зеленой точки». Свыше 50 ТВ-каналов в отличном цифровом качестве. ТВ-гид на экране. Выбирай, что нравится. Не успеваешь к началу? Просто поставь на запись. Медиа-центр «Зеленой точки». Взгляни на развлечения по-новому. Узнай больше. 333-333. ТВ-каналов в отличном цифровом качестве.